Давно общеизвестно, что профилактика – лучшее средство от недугов. Особенно важно не пропустить первые признаки заболевания в детском возрасте. В последние годы профилактическим осмотром в детской поликлинике уделяется пристальное внимание. Кстати, их проведение прописано нормативными документами сразу двух министерств – здравоохранения и образования, что подчеркивает их важность и значение. С начала нового учебного года профосмотры уже активно проводятся. Этому предшествовала и большая подготовительная работа. В важном мероприятии участие будут принимать медицинские работники, работники учреждений образования и родители. Причем для каждой возрастной группы предусмотрен перечень и объем проводимых осмотров и диагностических обследований. Самая сложная категория и требующая наибольшего количества обследований – это у нас подростки 15-17 лет. Вот для этой категории детей потребуется трехкратное отвлечение их от учебного процесса. Один раз – это проведение профосмотров специалистами на базе филиала ИЛИНА-6 и Завальная-18. Второй раз – это проведение диагностических обследований, то есть это ИКГ и УЗИ сердца, щитовидной железы, органов брюшной полости. И третий раз – это проведение лабораторных анализов, которые также нужно выполнять в определенные сроки. Важно отметить, что в профилактических осмотрах детей более раннего возраста предусмотрено участие родителей. Для 11-леток будет определено также по графику дни. Чаще всего это среда и суббота. Сделано это также для того, чтобы в субботу родители при желании могли посетить доктора и уточнить у него кое-какие моменты по здоровью своего ребенка. Но и для 6-леток – это еще одна возрастная категория, подлежащая обязательному профилактическому осмотру. Мы предполагаем с октября месяца также все дошкольные учреждения будут проинформированы в этом плане. По установленному графику, определяя режим посещения, то есть это будет время, выделенное для вас, скорее всего, это будет с 17 до 18, будет выделено определенное количество талонов для проведения профосмотров именно 6-леткам. Для этой категории детворы будут выделены специальные талоны и задействованы практически все специалисты. Но это не значит, что остальные ребятишки останутся вне поля зрения педиатров. Для всех остальных категорий детей важно в течение года, в месяц рождения ребенка посетить участкового педиатра, получить у него информацию о том, кого нужно пройти, когда пройти и в каком объеме. Родители получат и специальные уведомления, и напоминания медиков. Но прежде всего, они не должны оставаться безучастными к важному делу контроля за состоянием здоровья своего ребенка любого возраста. Хочу заострить еще раз внимание о том, что в эти обозначенные сроки родителям нужно максимально уделить внимание своим детям, посетив детскую поликлинику, для того, чтобы потом не тратить свое время в очередях, в тот момент, когда у нас где-то происходит и подъем, сезонный подъем заболеваемости, для того, чтобы разделить потоки пациентов. Всего за период с сентября по апрель работникам детской поликлиники предстоит охватить профилактическими осмотрами все 15 тысяч школьников. И они готовы провести их качественно. Для этого четко разработаны схемы и задействованы все необходимые специалисты. Здоровье наших детей – задача государственной важности.